Подсудимый ведет себя скромно, по нему не скажешь, что он мечтал разбогатеть, подсовывая в соцучреждение поддельное сливочное масло. Теперь Станиславу Фролову грозит лишение свободы, а его счета и имущество арестованы. В частности, на каждый, поименован каждый счет, на котором аккумулировались безналичные денежные средства, каждый из организаций, различные здесь суммы фигурируют, от в среднем 70 тысяч и более до полумиллиона в среднем счета, которые аккумулированы на этих счетах. Фальшивое масло от Фролова никто не ел. Как только оно попадало на кухню соцучреждения, повара, диетсёстры опытным глазом замечали подделку. И фирма-поставщик попадала в реестр недобросовестных. Фролов не отчаивался, регистрировал другую фирму. Неужели не стыдно подсовывать фальшивое сливочное масло? И кому? Детям, старикам, больным людям? Сегодня ответ на этот вопрос общество не получило. Мне не запрещено общаться с прессой постановлением о мере пресечения. Адвокат сегодня тоже отказался от общения с прессой, мотивируя это волей его клиента. Вы на условное для своего клиента? Не могу сказать. Ну, потому что, как бы, все мы переговорили, запретил общаться со средствами массовой информации. Поэтому вопрос. А воля клиента для меня закон. Индивидуальный предприниматель Фролов по госконтрактам поставлял в образовательные и медицинские учреждения сливочное масло, не соответствующее требованиям ГОСТа. По сути, спрет. Или, как характеризует его следственный комитет, продукт недоброкачественный и нерекомендованный к употреблению. Фролов зарегистрировал около десятка ИП на своих друзей и родственников, но руководил ими сам. Нанимал на работу персонал. Чтобы подчиненные ничего не заподозрили, на коробке со спредом наклеивал другие этикетки. Они гласили, что внутри коробок хорошее сливочное масло. Подделки уходили в 25 социальных учреждений области. В том числе в психоневрологический интернат на Чапаево, в горбольницу номер 2, в Муромский роддом и Муромский детский дом, областной онкодиспансер, областной психоневрологический интернат, кадетский корпус в Радужном. Таким образом, за 2016 и 2017 годы мошенник обогатился на сумму, превышающую 6 миллионов рублей. В период с 15 января 2016 года по 28 декабря 2017 года под предлогом поставок масла сливочного по заключенным договорам, контрактам поставки указанного товара путем обмана ответственных должностных лиц, вышеназванных организаций похищены бюджетные денежные средства в общей сумме 6 миллионов 92 тысячи 247 рублей 66 копеек, в особо крупном размере, которыми последний распорядился по своему усмотрению, либо получил реальную возможность пользоваться ими. Станиславу Фролова грозило до 10 лет лишения свободы, но получить он может только две трети от этого срока, потому что признал вину и раскаялся в содеянном. Суд рассматривает его дело в особом порядке, то есть подсудимый не допрашивается, поскольку согласен с обвинением. Ущерб, причиненный государству, он возместил полностью. Похищенные деньги возвращены на счета социальных учреждений. Смягчающим обстоятельством является и то, что у самого Фролова двое детей. И благодарность, представленная суду от детского сада, которому предприниматель оказал спонсорскую помощь.